Теперь рассмотрим случай чуть посложнее, нам нужно создать структуру для каталога товара, для этого нам тоже не нужно изобретать ничего сверхсложного, надо просто создать инфоблок в типе инфоблока, где включен древовидный классификатор элементов по разделу. Теперь у нас есть две сущности тут, это группы или разделы и элементы, тут тоже ничего особо придумать не нужно, у элементов используем стандартные поля или создаем пользовательские свойства, у разделов также используем стандартные поля или используем пользовательские поля. Опять же, для реализации базового каталога не нужно изобретать свой велосипед, уже имеется целый групп штатных компонентов. Теперь разберем штатный компонент каталога, который есть в битриксе. Данный компонент находится в папке битрикс, компонент, битрикс, каталог. Собственно, основной код, отвечающий за работу, находится в файл-копонент.php. Здесь есть код, который отвечает за обработку входных параметров, формирование ЧПУ, обработку данного ЧПУ и, собственно, работу с подключением файлов в шаблонах. То есть у нас в шаблоне, у нас по умолчанию открыт шаблон. есть такие файлы, как section.php. Этот файл шаблона вызывается, когда у нас корень каталога открывается. Вот у нас, собственно, корень каталога, и мы видим вывод из этого файла. Здесь нас интересует, в частности, компонент каталог section list, который выводит список секций. Так как у нас здесь не передается параметр, какой секции вывести в ложные секции, то, собственно, он выводит корневые секции группы. Следующий файл, который нас интересует, это section.php. Данный файл отвечает уже за вывод списка элементов конкретной секции, а также вывода вложенных секций. То есть в данном случае мы переходим в раздел, допустим, обувь. Данный раздел у нас открывается. И здесь мы видим вывод списка вложенных секций и вывод, собственно, самих списка элементов, которые находятся в текущей секции. Данный файл также вызывается, если мы перейдем во вложенную секцию. Здесь у нас нет вложенных секций, поэтому не выводится. Но у нас есть вот один элемент. Здесь у нас формируется фильтр с список секций, компонент. Как мы видим, в список секций уже передаются параметры ID секции и символные коды секции. То есть у нас выводятся секции вложенные, а не корневые. И, собственно, компонент каталог section, который отвечает за вывод списка товаров элементов. Также в шаблоне есть файл search.php. Данный файл отвечает за страницу поиска. И есть файл compare.php. Данный файл – это страница сравнения товаров. Но остановимся на файле элемент.php. Данный файл вызывается у нас, когда мы открываем детальную страницу товара. Вот мы открываем детальную страницу. И, собственно, здесь у нас как раз вызывается элемент php. В данном файле вызывается не комплексный компонент, а каталог элементов. И дополнительные компоненты – это, в данном случае, это рекомендуемые товары и другие. Вот, собственно, вот такая логическая структура у нас здесь получилась. То есть корень каталога – это список секций групп первого уровня. Когда переходим в одну из них, у нас здесь список вложенных секций и список товаров. Также, когда мы переходим на детальную страницу товара, у нас выводится детальная информация о данном товаре. Ну а теперь детальнее рассмотрим не комплексные компоненты, которые у нас используются в комплексном компоненте каталога. Начнем мы с каталога section list, то есть список разделов. Открываем компонент php. Здесь идет также штатная обработка входящих параметров, работа с кэшем. Здесь мы видим, что задается фильтр, в котором данная секция должна быть активной. Также она должна находиться в дереве секции, где каждая секция активна. Далее передается ID инфоблока и параметры sinti-active, который в случае установки значения в игрек, при подсчете элементов будет учитываться только активные элементы. Если же любое другое значение, то учитываются все элементы. Далее также у нас формирование массива для выборки идет. Дополнительные фильтры устанавливаем в случае, если данная секция не из корня вызывает, то есть данный компонент вызывается не из корня, а предполагается выбор вложенных секций групп. У нас здесь идет обработка. И, собственно, сам GetList класса CI-BlockSection, где мы все сформированные параметры передаем. Далее у нас код, который отвечает за SEO-свойства, SEO-возможности формирования, дополнительная обработка этой информации. Код для формирования кнопок, интерфейса для Эрмитажа и, собственно, часть прокэширования и вызывается шаблон. Вот, собственно, у нас все это работает. Ниже у нас формирование метатегов и другой информации. Title, заголовка страницы. С CatalogSectionList мы разобрались. Теперь рассмотрим CatalogSection. Открываем компонент PHP. На самом деле, каталог Section очень похож на NewsList. Здесь отличие и множество дополнительного кода состоит в том, что здесь он заточен под работу с торговым каталогом в случае, если у нас установлен модуль интернет-магазина. Здесь у нас происходит формирование цен, формирование кнопок Купить, сравнение и так далее. То есть все то, что требуется для интернет-магазина. То есть открываем каталог, переходим на какой-нибудь раздел. Вот все то, что для новостей не нужно. Работа с товарными предложениями, допустим. Все это здесь у нас есть. А общий принцип работы, он похож на NewsList. Особо какого-то отличия нет. Ну и перейдем к каталогу элемент. Это достаточно простой компонент в плане обработки информации. Здесь тоже также множество дополнительных кода обработки связанных чисто с интернет-магазином. Формируются параметры, обрабатываются, работа с кэшем. Возможно добавить к сравнению товар и так далее. Но на самом деле все сводится к очень простому запросу. То есть в случае, вот как мы здесь видим, если у нас элемент ID передан, мы формируем фильтр для GetList. Да, здесь также используется GetList, где мы передаем ID конкретного элемента, который выбирается. Собственно, дополнительные параметры. И у нас GetList возвращает единственный элемент. Вот мы видим GetList, который возвращается. Как видим, здесь у нас используется не цикл, а if, потому что вернуться должно одно значение, с которым мы и работаем. В результате мы получаем вот такую страницу или примерно такую, где выводится вся информация по конкретному элементу. с которым есть выводится или выводится в объем. Продолжение следует...